Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Ученик 38-й школы Северодвинска написал обращение к губернатору области. Просит не реорганизовывать родную школу. Услышат ли его крик души? Ведь слияние 38-й и 12-й уже в стадии завершения. Все за и против в следующем сюжете. В сеть попало письмо обращения к губернатору области с просьбой не соединять две северодвинские школы 38-ю и 12-ю. Черным по белому просят преподаватели, ученики, администрация, родители. Учителей администрацию школы полностью хотят сокращать. Ученики вечерней школы тоже пострадают. Полшколы будут отчислять. Мы никогда не отказывали школе номер 12 в пользование в дневное время спортивным залом, спортплощадкой, кабинетами, а они нас выселяют. В самой 38-й школе сегодня выяснили, что письмо главе региона писал ученик. Установить его личность администрации не удалось. Нам пояснили, что учителя к этому обращению не имеют никакого отношения. Я думаю, что просто люди беспокоятся о том, что произойдет после присоединения к 12-й школе. Но в принципе то, что написано в этом письме, оно не соответствует полной действительности. Действительно будет сокращение администрации школы. Но все ученики будут, как они учились, так и будут продолжать учиться в своих классах. И учителя будут продолжать работать. Если у нас есть два директора, то нам два директора не надо будет. Если у нас есть два зама по административно-хозяйственной работе, нам тоже не будет их нужно. То есть, если есть два главных бухгалтера, то абсолютно не нужны будут два главных бухгалтера. То есть, в данной ситуации мы заявляли, что у нас есть необходимость будет сократить шесть административных единиц. По словам начальника управления образования Северодвинска, причины реорганизации в территориальном положении двух школ и вне возможности 12-й принимать больше учеников. Присоединение 38-й к 12-й идет уже на протяжении нескольких лет. Как это отражается на работе двух коллективов, я не знаю. На работе нашего коллектива это никак не отражается. Самая главная моя цель, чтобы люди работали в спокойной обстановке. Хотя мы второй год работаем в очень неспокойной обстановке, в том плане, что школа разделена практически на две. Часть детей обучается в помещениях 12-й школы, часть детей больше обучается в помещениях 38-й школы. Сейчас идет подготовительный этап реорганизации, а уже 1 января это будет 1-12-я школа. Здание 38-й станет ее структурным подразделением. Директору сменной школы Ольге Гнатюк предложат должность заместителя. Вероятнее всего, по линии заочного обучения. Но решение она примет сама. До Нового года пройдет инвентаризация и все имущество 38-й школы перейдет в ведение 12-й. Пока переоформляют документацию. Обращение неравнодушного ученика вряд ли что-то изменит. Валентина Приходько, Александр Дятлев, Вестник Свердвинска.